здравствуйте из соседских наблюдений там где нет конкуренции спится лучше но живется хуже вот об этом а также о многом другом в самой народной программе новгородского тв веду которую я евгений янин добрый вечер еще раз и сегодня в гостях у соседей депутат новгородской областной думы кандидат в мэра великого новгорода сергей бусурин сергей владимирович добрый вечер уважаемые новгородцы ну вот и настал тот день когда вы пришли в гости к соседям уже как кандидат в должность главы великого новгорода чувствуете волнение ответственность в визит с новым статусом в ожидании борьбы жесткой конкурентной ну как нормальный человек я чувствую некое волнение от передачи прямого эфира но это не самое главное самое главное это конечно же ответственность ответственность случае поддержания моей кандидатуры это ответственность за выполнение тех программ которые уже существуют программа которая будет реализовываться безусловно это ответственность которая должна наступить для того чтобы жизнь и развитие нашего города любимого состоялась и безусловно задача основная безусловно это сделать так чтобы роль муниципальной власти в принятии и формирование повестки региональной может быть и федеральной она усиливалась об этом как раз и говорил андрей сергеевич никитин когда встречался с депутатским новвыбранным корпусом там просил депутатов предложения какие-то наказы программы дополнительные которые к тем которые уже сейчас есть это как раз говорит о том что на роль муниципальной власти представительных органов власти она должна усиливаться и влиять на политику и она тоже важно чтобы не складывалась так что у меня лично возникает такое ощущение что у некоторых кандидатов на должность главы великого новгорода никакой ответственность не появилась для них просто то они принесли бумажку они теперь кандидаты ничего в их жизни не поменялось ничего мира ощущения демократичный то есть любой желающий мог прийти заявиться написать заявление поэтому в этом нет ничего такого страшного и уже получить такой ответственный статус не раз вы уже говорили о подготовке программы развития великого новгорода в какой стадии она сейчас ну сразу хочу сказать что ничего нового я не добавлю к тому что я раньше говорил безусловно это сохранение реализация тех программ которые сейчас уже есть долгосрочные программы концепция развития великого новгорода до 2022 года большое количество региональных программ муниципальных программ если говорить о развитии города о чем-то новом то безусловно наверное но нужно украсить наши набережные набережные сделать набережные волхова это безусловно парк кремлевский сделать его интерактивным это строительство трех детских садов которые необходимо начать и завершить 2019 начале 2020 года на 190 мест поэтому вот реализации данных идея предложения эффективной реализации является основным таким посылом основной программы которая есть если вот по вашим словам судить это получается так строить город делать город комфортным для тех кто в нем живет а безусловно комфортная городская среда это то что привлекает великий новгород должно привлекать людей они должны здесь задерживаться они должны здесь работать и чувствовать себя здесь комфортно и жить и отдыхать потому что ведь можно сделать набережную да будет людям приятно гулять будут приезжать туристы но если мы не строим детские сады то люди будут только приезжать сюда и гулять словно и они оставаться на это еще и школы это развита сеть поликлиник но и досуговая деятельность безусловно должна быть ну и спортивные сооружения безусловно давайте сейчас секретов раскрывать не будем но все-таки может быть хотя бы тезисно хотя бы по направлению что предлагает горожанам кандидат в мэре сергей я уже неоднократно заявлял о том что необходимо очень качественно и работать качественно для того чтобы наш замечательный город смог развиваться и быть таким вот центром сосредоточения всей и культурной части экономической жизни и нашего региона без этого мы никуда не денемся и что я ожидаю наверное потому что хочется чтобы все и горожане и предприниматели чиновники работали в единой команде вместе с администрации города и с региональными властями чтобы результатом их работы стало каждодневное улучшение жизни наших замечательных горожан и развития нашего города то есть качество все-таки в результате потому что иногда же как бывает чиновник говорит я работаю 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 а горожане результат это не видит может быть он и работает определенные критерии по которым можно судить о качестве работы если мы говорим о сроках строительства детского сада то есть они не должны нарушаться если мы говорим о количестве из асфальтированного положенного асфальта на дороге то он должен быть качественный и в срок поэтому говорить о критериях нужно обязательно личный вопрос в связи с этим возник вы как управление жестко следите за тем чтобы ваши сотрудники ваши подчиненные очень качественно работали и выполняли тех результатов без этого никуда потому что выполнение определенных сроков обязательства и контроля без этого никуда и за этим нужно четко следить действующий мэр юрий бобрышев отказался от участия в конкурсном отборе вы как этот шаг расцениваете ну и реван еще два срока выполнял должность главы администрации мэра безусловно обладает большим опытом знаниями и его шаг это его личное конечно же на его личное дело и в связи с этим процедура демократичная открытая еще раз хочу сказать что любой желающий мог подать заявление участвовать в конкурсе конечно тот опыт который есть его нужно использовать использовать как раз на благо великого новгорода но ведь многие противники как раз вот именно этой системы избрания главы города говорили об этом как о минусе о том что действительно каждый желающий может принести подать документы никакой ответственности никакого бэкграунда не должно быть там неважно какая биография взял принес все ты кандидат в мэры но безусловно это процедура подачи заявлений она открыта и не требует большого какого-то желание кроме желания ничего не требует не требует безусловно то есть 14 ноября комиссия будет выбирать из тех кандидатов которые подали заявление самое-самое первичное все что может быть это посмотреть перечень тех документов которые были принесены и уже здесь возможно какие уже когда отсев произойдет некоторые нюансы да потому что перечень документов довольно такой серьезные начиная там от справок об отсутствии судимости заканчивают программой развития города дальше естественно презентация презентация тех дел первоочередных дел которым будет заниматься ну предполагаемый градоначальник и там уже тоже будут вопросы комиссии 40 человек поэтому я думаю разговор будет интересный разговор будет качественный потому что 40 человек это фактически люди будут представлять все отрасли которые вообще есть я так предполагаю это образование это и промышленность это конечно же и культура есть у нас телефонный звонок добрый вечер ваш вопрос кристина вопрос я автомобилистка и ежу по новгороду дорог очень много сделано но есть все таки дороги которые еще не отремонтированы хотелось бы узнать когда будет их ремонтировать кристина вы как автомобилист мне очень интересно довольны тем как у нас ремонтируются дороги потому что я противоположные слышу мнение кто-то говорит отлично круто так много дорог у нас делают кто-то говорит да толку нет они через полгода развалятся у вас позитивное ощущение у меня позитивные да хватит денег на следующий год вы знаете мне уже как-то доводилось отвечать на этот вопрос вот эта программа которая у нас есть по асфальтированию дорог великого новгорода она будет продолжаться и 2019 году 2020 году и в планах то через несколько лет довести состояние дорог великом новгороде и новгородского района до до хорошего состояния будет более 90 процентов дорог поэтому говорит о том что деньги закончатся ну что-то должно такое сверхъестественное случится чтобы эти деньги не были выделены но я уверен что все будет у нас порядке и автомобилисты которые скажут спасибо строителям которые выполняют ремонтные работы будет с каждым годом все больше и больше а качестве можно судить конечно же вот пока по протяжению какого-то времени но судя по тому что сейчас сделано ну качество неплохое боятся же как раз того что вот сейчас сделали там этот участок дороги пока доделают остальные тот первый может уже развалиться но часть дорог часть дорог делают наши местные организации дороги гарантийная поэтому я думаю что все тут будет хорошо давайте к конкурсу еще раз вернемся тот факт что такие сильные кандидаты как в алексей борисович урсинов сергей светлов анна федоровна черепанова участвуют в этом конкурсе он означает что у этих политиков есть доверие к этой процедуре ну я не могу комментировать их внутренние мотивы да кто-то наверное идет для того чтобы просто заявить о себе кто-то действительно нацелен на такую хорошую работу на подготовку реальной программы ну сама процедура еще раз хочу сказать она открытая она демократична и о количестве кандидатов их 13 человек это эта цифра говорит о том что в принципе каждый желающий мог заявиться и ничего тут страшного нет я думаю что как раз дополнение друг друга но и может дать какой-то эффект есть еще один телефонный звонок у нас добрый вечер здравствуйте меня зовут валерия как позовут да ваш вопрос вопрос гостю хотелось бы уточнить вашу позицию по поводу муниципальных предприятий великого новгорода уже давно упор находят слухи что у нас и видус хотят приватизировать и баня у нас тоже постоянно лихорадит а ведь это такие предприятия которые очень важную социальную функцию выполняют а вас валерия почему пугает тот факт что они могут быть приватизированы ну наверное сразу и цены поползут вверх они и так не всем бабушкам название теперь доступны спасибо за вопрос валерия да валерия ну здесь можно ответить с точки зрения даже конкуренции надо конечно же посмотреть на загрузку муниципальных предприятий мне сейчас сложно судить но я думаю что часть из них выполняет функцию такого сдерживающий фактор вот о чем говорила валерия по поводу чтобы не росли те самые цены чтобы не было монополии определенной то есть есть выбор у новгородцев до пользоваться услугами муниципальных предприятий либо пользоваться услугами коммерческих предприятий поэтому безусловно нужно здесь смотреть вот с этой точки зрения помимо эффективности конечно же вот но эффективность тоже очень важна потому что статья затрат бюджета на содержание муниципальных предприятий она тоже есть и с точки зрения экономии бюджетных средств и получения дополнительного заработка в бюджет который к сожалению тоже не резиновый да его надо наполнять ну это нужно проводить четкий экономический анализ ну и в каждом случае отдельно конечно каждое отдельное предприятие нужно рассматривать безусловно то что они пользуются спросом это мы вот слышим даже ну вот по звонкам да соседи звонят спрашивать соседи напомню что сегодня у нас в гостях депутат новгородской областной думы кандидат на должность главы великого новгорода сергей бусурин не переключайтесь мы вернемся через несколько минут за шубой на новоторжскую ярмарку в диалог с 25 по 28 октября в мебельном салоне торгового дома нехинский обновление ассортимента действуют сезонные скидки и предложения улица нехинская 24 телефон 948 408 мебельный салон фокстрот людей так много и мы все такие разные жизнерадостные заботливые деловые но все мы без исключения любим комфорт три семерки три шестерки такси для каждого международный театральный фестиваль достоевского представляет записки из подполья спектакль театра теомай вильнюс литва 10 ноября на сцене новгородской филармонии человек только свое горе любит считать а счастье своего не считает соседи еще раз напомню что у нас сегодня в гостях депутат новгородской областной думы кандидатов мэра великого новгорода сергей бусурин и есть у нас еще один телефонный звонок добрый вечер здравствуйте здравствуйте как вас зовут у меня зовут ольга ваш вопрос и меня очень глубоко возмущает что происходит с нашей рекой волхов он очень сильно загрязнен на данный момент за или на дни лел скажите пожалуйста будут проводиться какие-то ремонтные очистительные работы это же главная достопримечательность нашего города спасибо большое действительно ведь про набережные мы много говорим а про волхов которые между набережными да всем не внутрь река которую мы все любим река которая начинается с рождения и на протяжении всей нашей жизни вчера как раз состоялся консультационный совет при губернаторе и этот вопрос рассматривали и обсуждали с разных сторон и все таки наверное решение делать вместе волхов чистить вместе и облагораживать вместе с набережными это была бы замечательная такая идея безусловно по помимо того что чистка самого самой реки волхова это необходимо проводить работы почистки грибного канала да то есть все прекрасно понимают в каком сейчас состоянии и если бы у нас была еще такая замечательная водная артерия как грибной канал это добавило бы еще такую некую изюминку дополнительную и для туристов и для и для местных и для новгородцев да и и в принципе это вопрос который вот вчера рассматривали на повестке на повестке дня и безусловно им надо заниматься это реально вообще вот что-то сделать очистить его вы знаете берега очистить набережные сделать канал канал вот почистить безусловно это все реально и все это будет некоторые же тоже говорят о том что в летописях есть упоминания что там волхов был очень мелким что там чуть ли не птичка проходила есть такое да есть такая информация поэтому ну наверное сезонная нынче у нас лето было довольно таки засушливое и конечно же концентрация взвешенных веществ в волхове она увеличивается но в порядок приводить все равно надо безусловно нужно приводить еще раз давайте к комиссии каждый кандидат будет представлять свою программу делать презентацию вы готовы сотрудничать с теми кандидатами чьи программы вам покажутся интересными чьи идеи какие-то покажутся интересными но я как раз когда обращал внимание на то что 13 кандидатов и говорил что мы друг друга как бы будем дополнять я как раз имел ввиду то что у нас есть и по возрасту люди разные и по профессиям люди разные и конечно же их идеи их предложения которые будут озвучены непосредственно на комиссии можно будет ну с их разрешения конечно можно будет использовать для дальнейшего развития и для внедрения в практику работы и администрации ну и наверное что то можно будет обсудить с горожанами для того что можно было внедрить поэтому в этом нет ничего нормального потому что я все таки считаю уверен что все люди которые выдвинулись они идут не ради того чтобы самих себя показать а все таки привнести что-то хорошее доброе и полезное и деловое в свой любимый город где они живут я уверен останутся жить тогда не могу не спросить раз готовы к сотрудничеству есть уже видение будущей команды что ведь например посмотрим на те же соединенные штаты выдвигается президент всегда с вице-президентом то есть вот у нас мэры уже с командой некой выдвигаются есть понимание кто будут люди которые будут помогать мэру такой практики у нас конечно как в соединенных штатах Америки нет но безусловно я уже еще раз скажу что эффективность команды которая сейчас работает ну некорректно давать оценку ее работе есть замечания безусловно не мои личные замечания горожан но пока не погрузишься в проблему да то есть не посмотришь с точки зрения качества выполнения их работ находясь на на должности да говорить о том что кто-то кто-то пойдет на увольнение кто-то нет я пока не стал но безусловно у меня есть люди которые уже готовы которые могут заместить некоторые должности которые есть в городской администрации но Сергей Бусурин получил такой командный все-таки игрок он готов создавать да вокруг себя команду безусловно а без этого никак потому что еще раз хочу сказать что один в поле не воин и необходимо концентрировать и сплощать и объединять людей для достижения тех целей и задач которые сейчас стоят не только передо мной но и перед нашей страной и нашим городом нашей области вы областной депутат уже с большим опытом с большим сроком да можно сказать это вам как поможет на должности мэра ну сама по себе законодательная работа предполагает тесное взаимодействие с профильными министерствами комитетами с людьми которые отвечают за принятие тех или иных решений потому что сам по себе закон это все-таки некий компромисс и люди которые его вносят на заседание областной думы либо разработчики смотрят его со всех сторон поэтому для того чтобы самому разобраться в законе необходимо взаимодействие со всеми профильными министерствами это конечно же будет полезно для работы и мэра потому что взаимодействие с региональными властями с правительством с губернатором это я считаю помимо взаимодействия с новгородцами это краеугольный камень работы на муниципалитеты это безусловно это в пользу этого блага и те законопроекты которые принимались с 2011 года и тех которые я непосредственно принимал участие я знаю как они принимались для чего они принимались и как они влияют на жизнь города и есть вот это вертикальное взаимодействие и горизонтальное вертикальное я уверен что останутся замечательные отношения с областными депутатами но давайте в завершение не так много времени остается какое-то пожелание может быть новгородцам очень много разных вопросов мы сегодня подняли говорили о будущем и развитии города вот что бы вы нашим соседям пожелали вот как им жить дальше так что городу стало лучше ну хочу сказать что жить нужно лучше безусловно нужно к этому стремиться нужно делать все для того чтобы здесь оставались и жили наши дети наши внуки и для этого нужно прилагать усилия чуть больше чем мы прилагаем это сейчас сейчас поэтому я вас призываю качественно и плодотворно трудиться на том месте где вы сейчас находитесь где вы сейчас работаете ну вот отличный совет давайте работать и жить качественнее конечно это был Сергей Владимирович Бусурин кандидат на должность главы Великого Новгорода депутат Новгородской областной думы с нашей редакцией как всегда можно связаться по телефону 638 005 ну и не забывайте делиться своими новостями вконтакте в нашей группе новгородское областное телевидение на этом у нас все спасибо еще раз за беседу всего вам доброго до свидания до свидания